Время и утренний подъем ранний, вот и дороги, они утомляют. И утром братья служили, и сейчас тоже вы были для нас благословением. Мы можем сказать Аминь? Аминь. И поэтому, наверное, имеете повторное приглашение, так что подбирайте время. Там, в стайках, где мы сегодня были утром, брат Михаил рассказал такой пример, что однажды проводили евангелизацию в одном месте, и кто-то подслушал, женщины возвращались обратно домой, и между собой разговаривали, беседовали. Одна говорит, слушай, вроде обещали какую-то живую воду давать, но не раздавали, зря баночку взяла. Группа «Живая вода», это выражение «Живая вода», оно на слуху у людей, и людям казалось, что что-то они будут нести домой. Но если и сердце было закрытым, то и сердце, и баночка остались пустыми. А мы сегодня с вами эту живую воду пили по полной. Мое сердце, я вижу, смотрю в ваши глаза, ваши лица, и вижу, что ваши сердца были подготовлены. Вчера, когда я планировал и позавчера сегодняшнее собрание, обычно у меня уже задолго до собрания все готово, кто проповедники знают, кто проповедует, кто стихи читает. И получилось так, что я остановился и пол времени собрания оставил чистым. И так думал себе, Господь что-то предложит, ну вот оставлю, потому что когда-то я кого-то запланировал, и отказывать ему сложно. И человек молился, готовился, а вдруг вот его отложили, напотомили на другое время. И когда сидел в стайках, и меня мысль посетила, так, а братья вот сегодня утром служат там, а где они будут вечером? Брат говорит, будем ехать домой, тогда вроде домой, а будем ехать в Брест. Я сразу понял, что вот это пол собрания нашего, это было, братья, для вас оставлено. Господь наперед знал, что вы должны быть у нас и будете благословением. Давайте все скажем слава Богу. О чем мы должны еще помолиться сегодня? Помните, я в самом начале сказал, что ровно 20 лет прошло после момента, когда совершалась молитва об освящении нашего молитвенного дома. Если помните, это было очень торжественное, праздничное богослужение. Были приглашены авторы этого проекта, это был Кириллов Юрий Александрович, Крапивной Евгений Петрович и Ляшук Олег Васильев Владимирович. И, значит, они были здесь, получали цветы благодарности, потому что сам проект здания, он очень понравился всем. Цель строительства или идея была такая, кстати, вот идею этого зала предложил брат Артур Анкудович. Однажды у нас был церковный совет, и было много вариантов, и он набросал на бумаге, и когда все присмотрели, сказали, что это пойдет не просто такой длинный зал, а чтобы вот кафедра была по центру, и чтобы все вокруг кафедры были. Ну, там были другие похожие предложения, и затем пошла работа. Мы искали вот проектировщик, который могли бы исполнить этот объем работы, и вот эта мастерская Крапивнова Евгения Петровича, она хорошо управилась этой задачей. Я советовался с братьями, ну, вот, называть имена тех людей, которые принимали участие или причастны были к строительству нашего здания. И мне подсказали, Василий Михайлович, ну, вот, если назовешь большинство, и два, три человека пропустишь, ты их уже обидел. Потому что каждый хочет услышать свое имя. Эту тройку, ну, я помню, думаю, что это нормально, кого-то из них уже нету здесь на земле, ему приятно было бы услышать то, о чем мы говорим сегодня, спустя 20 лет. Поэтому я ограничусь просто общей фразой. Всех, кто принимал участие в строительстве здания молитвенного дома, кто изучал проект, кто направлял работу, кто организовывал работу, кто шел посменно, потому что у нас работал график, и каждый день люди знали, кто должен работать, и процесс постоянно шел, и не было таких сбоев. Да, было, что кого-то нужно было заменять, вот, где-то, чтобы работа не остановилась, но она ладилась. Перед тем, как начинать строительство, и когда нас познакомили с проектом, с размахами вот этого ожидаемого строительства, то немножко было тревожно. Значит, ведь и время не самое лучшее для строительства. И я скажу, что у нас не было запаса материального, на который можно было бы рассчитывать, вот что начнем стройку, и непременно мы доведем ее до конца. Знаете, чего было много? Как вы думаете? Вера. Все, что у нас было, это была вера. Шум Михаил Петрович, он тоже уже в вечности, подошел как-то и сказал, «Послушай, я не помню ни одного храма, который бы начали строить и не достроили». Все храмы, которые когда-то начали строить, их достроили и довели до конца, и в этих храмах проходят богослужения. И настолько, вот я сейчас, как будто он вчера мне об этом сказал, настолько это вдохновило, настолько ободрило, значит, и мы, если начнем, то завершим. Хотя, признаюсь, что были даже ситуации, когда люди подходили и к откровению нам сообщали, что, ну, будет посмеяние, потому что вы начнете, не сможете строить, не хватит ресурса человеческого или материального, и вы среди дела остановитесь. Но поверх этих всех разговоров, вот этой смуты, значит, была вера в Иисуса Христа, что строительство молитвенного дома – это Божье дело. Скажите «Аминь». Строительство молитвенного дома – это Божье дело, а свое дело Господь всегда поощрит, благословит и даст в нем успех. И, как видим, сегодня уже, кажется, быстро прошли эти годы. И кто-то сказал, тот же самый Шум Михаил Петрович говорит, что, послушай, племянник, если мы завершим строительство здания молитвенного дома, естественно, потребуется ресурс огромнейший. И денег, и сил человеческих, и организационных способностей, ну, много чего. Если один только человек покается в этом молитвенном доме, то можете считать, что все расходы уже окупились. Можем сказать «Аминь»? И опять вот это очень сильно ободрило. И когда были первые люди, которые совершили покаяние, вот в этом здании молитвенного дома, сердце переполнялось радостью, благодарностью Господу, значит, все окупилось. Наш труд, наши затраты, наши вложения, вот этот график работы, все окупилось, потому что не одна, а на сегодня мы просто, ну, сложно назвать статистику, вот сколько людей совершили покаяние в стенах этого здания молитвенного дома, но думаю, что сотни-сотни, если, ну, не тысячи. Так что давайте воскликнем Аллилуйя, слава Господу. Смотрите, Исаии, 56 глава, 7 стих. «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». И говорит, их жертвы, на их жертвеннике, они будут благоприятны мне. То есть я буду радоваться их жертвоприношениям. Почему? Потому что этот дом назовется домом молитвы не для одной нации, не для каких-то избранных особенных, а это будет дом молитвы для всех народов. Однажды я помню такой случай, мы еще собирались по домам, и закончилось собрание, и толпою вышли на остановку. В основном были молодые люди, и вы знаете, настолько шумно было. Там беседа по кучкам, по два, по три беседуют, и такой гул на остановке. А я обратил внимание, в стороночке стоял мужчина, который не был в собрании, просто так вот получилось, что стоял рядом и наблюдал за тем, что происходит здесь. И как-то отозвал меня в сторонку и спросил, слушай, где ты их насобирал? А в чем дело? Да, говорит, я здесь слышу такой язык, и украинский, и белорусский, и русский, еще какой-то непонятный. Я говорю, я поясню тебе, здесь у нас русский, украинский, польский, и белорусский с примесью немецкого. Потому что у нас и русский, и белорусский, и украинский, и поляки, и молдаване, ну кто угодно, поэтому все языки вот здесь не могут звучать. Но самое главное, что они все родные, близкие друг к другу через кровь Иисуса Христа. Давайте воскликнем Аллилуйя. Поэтому Божий дом, дом молитвы, это место для всех народов. Смотрите, когда Бог повелел Моистею строить Скинию, и там было особое повеление, полностью все было прописано, что как должно быть сделано. В 25 главе, вот книги «Исход», второй стих, интересно, можете открыть, посмотрим, что там, какое условие было у Господа. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Я однажды, ну сколько читал, то однажды прочитал как-то по-особенному, вот как брат Михаил сегодня рассказывал, вот эту пробу и слушал. И оказывается, люди приносили необходимое для строительства Скинии. Указание было от каждого, кто будет приносить усердием, принимайте. А если без усердия, что с ними делать? Ну, человек пришел, но без усердия, наверное, отправляете домой. Как можно было отличить вот человека, который принес с усердием или без усердия, по выражению лица, по походке, как разжимается его рука, когда он отдает, наверное, и то, и другое, и третье. Вы знаете, когда человек что-то делает с желанием, вот охотно, то лицо сияет, глаза светятся, рука охотно разжимается, и ты видишь, что там есть готовность служения. А когда он ведет себя так, как будто у него отнимают, там нет усердия. Это в любом деле, когда вот человек работает, а ты видишь, один с полной отдачей работает, это другой, вот так вот, значит, лишь бы как, ну, видно, что, значит, под каким-то гнетом или под приказом, то вот, значит, именно таким был подход. Я однажды, когда говорил о нашей стройке, я говорю, сестры, братья, когда вы, мы делали сбор на строительство, чтобы оно не остановилось, я говорю, проверяйте ваше сердце. Когда вы отдаете, вот специальный сбор отдаете, проверьте сердце, не отдавайте, пока не нашли готовность в вашем сердце. Как только сердце возрадовалось, как только появилась готовность, отдайте. Почему? Потому что тот кирпич, который мы купим за ваши деньги, который вы отдали без готовности, без усердия, он будет черным пятном в нашей стене. Вот поэтому с любовью, с готовностью совершайте это служение. И я наблюдал, с каким желанием, с каким усердием, с какой ревностью, и отдавали, и строили, и ходили вот по этому графику. И знаете, как предвкушали. Там непонятно было. Когда я видел инженера и мастера, зависали над проектом, я думал, что там можно понять. Я думаю, брат Славик мог бы подсказать. Что там можно понять в этом проекте? Там линии, там много полос, одна пересекает другую. А в итоге получилось здание. А в итоге получилось здание. И мы очень благодарны Богу. Еще раз повторюсь за каждого, что как-то был причастен к этому строительству. Заметим, чем это все закончилось в Скинье. И сделал 16 стих 40 главы, и потом еще одно место. И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. Ну, еще на одну хочу обратить внимание. А разве Моисей строил? Ну, он там хоть что-то делал при строительстве Скиньи? Да нет. Веселил. А Голиаф. Другие строили. А здесь сказано, что Моисей построил. Построил. Ну, другие могли бы обидеться. Почему? И Моисей назван, хотя он только где-то наблюдал, а в принципе не принимал участия в строительстве. Просто через него все поступало. И через него было Божье благословение, Божье содействие, Божье водительство. И завершение. И поставил двор, это уже 33 стих. И поставил двор вокруг Скиньи и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора, и так окончил Моисей дело. И покрыло облако Скиньи и собрание, и слава Господня наполнило Скиньи, и не мог Моисей войти в Скиньи и собрание, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняло Скиньи. И когда поднималось облако от Скиньи, тогда отправлялись в Путины Израилевы во все путешествие свое. Это то, что касается Скиньи. Затем, когда Соломон строил храм и уже все было готово, то читаем 3 царств, 8 глава. Просто нет времени, чтобы распространяться более обширно. Ограничимся вот этими текстами. 10 стих. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень». И в Скиньи, и в храме слава Господня. И уже 29 стих. Соломон молится. «Да будут очи твои отверстия на храм сей день и ночь, на сие место, о котором ты сказал мое имя, будет там». Услышь молитву, которую будет молиться раб твой на месте всем. И Господь услышал и принял эту молитву. Затем, что же случилось с этим храмом, который посетила слава Господня по завершении строительства? Помните, когда Христос, евангелисты об этом сообщают, когда пришел в храм, то стал выгонять, переворачивать столы продающих миновщиков денег и сказал, «Дом мой домом молитвенно речется». А вы его превратили во что? В вертеп разбойников. Домом, домом молитвенно речется, а вы превратили его в вертеп разбойников. И что же сегодня? Какая ситуация сегодня? О каком храме думаете или на какой храм Господь обращает внимание? 2 Коринфянам 6 глава 16 стих сказано, «Какая совместность храма Божья с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом». Отошла эпоха Скинии, отошла эпоха храма, пришла новая эпоха. Через пророков Господь провозглашал, что я избираю себе новое место пребывания, в них вселюсь, буду ходить в них, буду их Богом, а они будут моим народом. Итак, братья и сестры, каждый из нас является носителем Божьего храма, и Богу не без разницы, в каком он состоянии. 1 Коринфянам 3 глава 16-17 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» То есть ты можешь показать на себя и сказать, «Я храм Божий, во мне пребывает Дух Божий». А следующий текст говорит, «Но если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, потому что храм Божий свят, а этот храм вы». То есть состояние нашего храма может быть таким же, как было у того храма, о котором говорил Христос, что вы превратили его в вертеп разбойника. Вот сегодня был такой пример, очень хорошо объясняет состояние, что привезли металлолом, а магнит его не тянет. Значит, все ли тянут прямо навстречу магниту, а этот лежит, потому что в банках этих не металл, а там бетон. Все зависит от содержимого, что в сосуде находится. И мы читаем притчи 4.23 «Больше всего хранимого хранит что? Сердце твое, потому что из него источники жизни». Мы храним трепетно многие ценные вещи, а как же хранить наше сердце? Иакова 3.14 сказано, «Но если в вашем сердце вы имеете горкую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная и бесовская». Земная, душевная и бесовская. У нас, если еще продолжать, не хватит времени посмотреть фотографии. Мы заготовили их, чтобы можно было немножко оживить в памяти. Я хочу прочитать, уже завершая вот это состояние человеческого сердца, что чему да, а чему нет. Смотрите, «Дела плоти известны», это 5 Галатам, 19 стих, «Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю, то есть предупреждаю вас, как и прежде предварял, чтобы поступающие так Царствие Божие не наследуют». Это бетон вот в этой банке, который не тянется, не летит навстречу магниту. Плот же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание на таковых нет закона. Это то, что поможет нам войти в вечные обители Иисуса Христа, о чем было сказано сегодня нашим братам. Поэтому, сестры и братья, мы сейчас еще посмотрим фотографии, немножко оживим памяти, вот то, что происходило тогда. Я думаю, кто-то, может быть, себя узнает, увидит, и это будет интересно нам. Пожалуйста, Сергей Александрович, я буду смотреть отсюда. Это еще наша палатка, где проходили наши первые собрания. Такие все молодые. Вот Журко Николай Константинович, первый пастор нашей церкви. А здесь рядом с кафедрой Сергей Павлович Створ. Если присмотреться хорошо, то можно узнать каждого. Спасибо. Дальше идем. Это вечеря Господня, хлебопреломление наше. Ярмолюк Владимир Емельянович, Сергей Павлович, Василий Васильевич Манцевич, ну и еще там один брат. Хорошо, спасибо. Время взыскать Господа. Этот текст очень долго, значит, как-то вдохновлял нас. Настолько как-то многие проповедники ссылались на этот текст. Кто себя узнал на этой фотографии? Там вот на этой Оксана Новик вижу. Кто еще? Сестра Зося, Евдосюк молится. Там, значит, Галя, значит, кто еще? Впереди молодец, у Валя стоит, Инна. Мои дети, да. Слава Богу. Спасибо, пойдем дальше. Ну, этого брата мы знаем. Он не меняется. Сергей Павлович Свор. Здесь немножко такая неяркая фотография, но, тем не менее, можно что-то узнать, разглядеть. Это, значит, съезд инвалидов. Они давно проходили длительное время. Это было доброе время. И церкви, которые принимали вот эти мероприятия, считали для себя огромнейшим благословением, вот принять, послужить, поучаствовать, где-то накормить и позаботиться об этих людях. Вот на раскладушке лежит брат Макар из Франополя. Это Ивановский район. Значит, он был атеистом, безбожником, очень ярым противником. И даже, ну, даже говорить не хотел о верующих и о Боге. И когда заболел, прошло немного времени, все друзья его оставили, он никому не стал нужен. И верующие пришли, он их выгнал, просто грубо выгнал. А потом они выждали немножко и опять пришли. И он сам стал рассуждать, интересно, я их гоню, а они опять идут ко мне. Другие обиделись бы, а они не обиделись даже. И стал немножко интересоваться, расспрашивать. А потом уже сам стал приглашать, а потом однажды покаялся. И было время, когда он сказал, если бы вы мне сказали, что я стану здоровым, но оставлю Господа, то не надо обо мне молиться. Лучше я останусь больным, но буду спасенным, буду с Богом. Не молитесь обо мне, чтобы я выздоровел. Спасибо. Давайте дальше. Там вот слева, по-моему, идет сурдоперевод для глухих и слабослышащих. Хор поет с Рождеством Христовым, да. Много. Кто-то говорил, быстрее бы нам выбраться из этой бочки. Помните, наша палатка, она была как вдоль разрезанная бочка. И когда много людей, не то что сидеть, стоять было тесно. Когда-то немцы привезли гуманитарную помощь, ну и остались побыть в собрании. А у нас скамеечки такие были, даже, ну, сантиметров 16, ширина каждой скамейки. И водители два часа отсидели на наших скамейках. А когда вернулись домой, то они рассказывали братьям и сестрам там в Германии о подвиге, который они совершили. Два часа высидели на наших скамейках. Вот. Это действительно был героизм. Вот. Это курсы для братьев, сестер. Вели, значит, доктор Пир по центру, вот, седой. А справа профессор Чо. И Виктор Редько их переводил. Значит, вот они из штата Мэн. Я был у них в гостях. Значит, это самый верхний штат с правой стороны. Они учили очень хорошо. До сих пор помню те беседы, которые вел доктор Пир. Он объяснял Григорию, бодрствовать Григорию. И что означает там такой интерпретации более обширной. Что такое бодрствовать. Профессор Чо тоже очень мудро преподавал. И все, кто учились, были очень довольны, значит, этой возможностью. Вот это, значит, здесь уже, здесь, там за нашим молитвенным домом новое знание. Это строительство вот этого здания. Кирпич кирпичу, и стройка двигалась. Как-то так нарушается хронологический порядок. Там уже стены, а тут только фундамент. Знаете, как говорят, у страха глаза велики. Но были те, которые ободряли, вдохновляли. И в своей вере видели уже завершенные строительства и спасенные души. Вот дальше идем. Вот так вот. Узнаем кого-то здесь, да? Алик, вот. Хорошо, спасибо. Уга, здесь все узнаваемые, да. Павел Шум, Петр Новик направляли работу стройки нашей. Хорошо управлялись этой обязанностью. Были сварщики, были кладчики. Люди всех направлений, которые нужны на стройке, они у нас были. Вот, Геннадий там с электродом варил много. Был благословением для нас. Спасибо, дальше идем. Вот. А без этого никак невозможно. Хотя о Марфе говорят, что, ну, так, но... Ну, а как по-другому? Ведь строители кушать хотели, надо было кормить. Так что спасибо сестрам, которые принимали активное участие на кухне. И не только на кухне. Они кирпичи подавали там, где братья, там и они были. Это пиломатериалы привезли. Вот. А случай был, когда, я не знаю, эту ли балку монтировали. Вот она вот здесь вот лежит поперек зала. Вот так вот. И когда подняли балку и уже стали ориентировать, чтобы поставить ее на колонну, вдруг одна опора крана стала проваливаться. А балка, по-моему, 12 тонн веса. Это огромнейший вес. И, значит, получилось, что она где-то зацепилась кончиком за колонну и удалось перецепить, там что-то подправить. И подняли, смонтировали. Такие вот опасные моменты были. Но, знаете, Господь благословит и обошлось без таких вот происшествий нехороших. Да. Слава Богу. Слава Богу. Вот уже балки все смонтированы. Там кто-то сидят на стенах, отдыхают. А вот сестра Люба, бывшая Мевшук, потом вышла замуж в Англию, бакалавра, затем магистратура, затем докторат. И она до сих пор там. Но вот, смотрите, оставила свой след здесь. Она не просто прячется, она складывает кирпичи. Извиняюсь, забыл вот этого крановщика. Хотелось бы назвать его имя. Очень много помогал. Такой добродушный был, такой отзывчивый был. И для нас он был благословением, действительно. Вот сюжет вот этот. Как-то приезжает из Америки один брат молодой, Юра Страчук. И говорит, встретил в Америке брата, и он достает визитку. И сам из Бреста дает визитку. Ну, там немножко больше было уже, там, по-моему, окна были, двери. И говорит, это в Бресте молитвенный дом пятидесятников. Вот, может быть, даже вот это было. И я, говорит, так удивился. Мои родители коммунисты, и папа, и мама. Значит, и вдруг я переехал в Америку учиться, и там я остался. И вдруг узнаю, что в Бресте есть церковь пятидесятников. Я не мог поверить. Взял билет и лечу. Быстро в Брест убедиться, точно ли это так. И пришел к нам в офис. И говорит, это просто для меня чудо. Для меня чудо, что в Бресте есть церковь пятидесятников. Потому что в Америке он посещал церковь, называлось «Четыре угла». Вот, церковь Хавея. Спасибо. Ну, это вот фотография, я только не вижу года. Сергей Александрович, восемнадцатый, да? Две тысячи восемнадцатый год. Ну, это далеко не все тут. Если бы все были, то еще два раза постолька было бы. Может быть, нам надо будет еще сделать снимок, сделать снимок, чтобы был день сегодняшний, тоже в фотохронике. Итак, сестры, братья. Слава Богу. Сейчас мы будем молиться. Братья-служители, пройдите все сюда. Давайте все встанем на ноги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Спасибо.